Здравствуйте, уважаемые телезрители! Всех поздравляю с Новым годом и наступающим Рождеством! И сегодня мы говорим о законе. О законе в сфере регистрации государственных прав на объекты движимого и недвижимого имущества. У нас сегодня в гостях начальник Искитимского отдела управления Росреестра по Новосибирской области Юлия Забулыгина. Юлия Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! В нашей студии вы впервые, мы с вами не знакомы, поэтому расскажите немного о себе. Как вы стали начальником управления Росреестра? Где вы раньше работали? Какой у вас опыт работы? До того, как возглавить Искитимский отдел Росреестра, я работала в Черепановском отделе Росреестра. Начинала я с приема документов, то есть работу знаю от начала и до конца. С 2008 года я была принята в Черепановский отдел Росреестра. В 2012 году я назначена начальником Черепановского отдела. И вот с 2017 года, с 13 июля возглавляю Искитимский отдел. То есть вас перевели, получается? Да, перевели, да, переводом. Но до этого, до Росреестра, до Росреестра я вообще уроженка Казахстана, имею высшее образование. Работала по первой своей специальности химическая, криминалистическая, экологическая экспертиза. Что это такое? Да, у нас была новая специализация в университете, которую я благополучно закончила. И по первой специальности я отработала экспертом-почерковедом. То есть мне моя работа, в принципе, я считаю, что пригодилась первоначальная. Очень часто встречаются случаи, что знания мои меня не подводят. А расскажите, это очень интересно. То есть вы на основании каких-то документов, написанных людьми, можете сделать какие-то выводы? Да, конечно, криминалистическое исследование подписи, то есть экспертам была внесена в реестр государственных экспертов в Республике Казахстан. Но волей судеб я переехала в Россию, о чем я, конечно, не жалею. Была уголовная специализация, сейчас столкнулась с гражданской специализацией. Ну, вот так вот работаем. Это очень интересно. Я пока не могу переключиться на тему Росреестра. Мне очень интересно. То есть вот написан документ, стоит подпись. И вы только на основании этой подписи можете уже невооруженным глазом сказать, да? Как это было сделано? При наличии свободных экспериментальных образцов почерка, то есть одной подписи мало, она несет в себе мало информации, а наличие образцов почерка и подписи, соответственно, можно сделать вывод об идентичности почерка и автора его, и подписи автора ее исполнения. Я вот здесь немножко написала вручную из Китимского отдела по НСО, когда должность вашу правильно написала. Можно ли что-то сказать по моему почерку? Но мы же не устанавливаем психофизиологическое ваше состояние, либо какую-то характеристику вашу не даем. Это именно на авторство. Вы ли это своей рукой вы писали и не подделка ли вашего почерка? Ну, я могу почерк несколько раз задний поменять. Это все равно видно, да, что это один человек писал? Там много информативности, но вариационность почерка, она присутствует каждому человеку присуща. В зависимости от внешних, внутренних условий, воздействия на организм человека, неудобная подложка, пишущий прибор, эмоциональные какие-то стрессы, это все влияет. Вот теперь, если у нас будет какой-нибудь документ, и мы будем сомневаться, мы теперь знаем, куда нам идти. Ну, не совсем верно, потому что нужно сдать экзамен подтверждающий, потому что я в Казахстане тогда была включена в реестр, я сдала экзамены, но я ушла с этой сферы деятельности. А почему вы ушли с этой сферы работы? Ну, захотелось что-то маленького. Достаточно долго проработали, да? Ну, недолго, после университета я отработала три года, в принципе. Мне достаточно было этого, чтобы двигаться дальше. Поддельные документы можно не приносить в Росреестр? Нет, Росреестр поддельные документы не рекомендую даже приносить, потому что в случае выявления фактов подделки мы обязаны просто сообщить правоохранительные органы. Хорошо, ну давайте вернемся к нашей главной теме. В течение всего 2017 года вы работали по новому закону. Что он поменял, что вообще, в принципе, изменилось в плане регистрации государственных прав на объект недвижимости, ну и что это дало, в общем-то, вашему отделу и, может быть, людям? Да, действительно, с 1 января 2017 года вступил в законную силу новый федеральный закон 218-й о государственной регистрации недвижимости. Что это за закон? Ранее существовали два закона – о государственном кадастровом учете и о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Со вступлением в силу 218-го федерального закона положение двух этих законов, они были объединены в один. Это, я считаю, очень грамотный ход был со стороны государства. Я считаю, что почему это правильное было решение, значит, граждане, прежде чем обратиться за регистрацией прав на недвижимое имущество, должны были свой объект поставить на кадастровый учет. То есть была отдельная организация кадастровая палата. После постановки на кадастровый учет они приходили к нам и оформляли права на недвижимость. С 1 января кадастровым учетом занимаемся мы. Кадастровая палата – она в подчинении у Росреестра. И государственный регистратор несет ответственность как за постановку на кадастровый учет, так и за регистрацию прав на недвижимое имущество. То есть заявителю теперь не требуется ходить отдельно в кадастровую палату, ставить объект на кадастровый учет, а далее приходить, подавать документы на регистрацию права. Все это делается одновременно. Ну, теперь люди к вам вообще не приходят в ваш отдел? То есть они сразу идут в МФЦ? Ведь функции выдачи и возврата документов сегодня приложены на МФЦ. Да, с 1 января 2017 года приказом Росреестра Москвы все полномочия по приему выдачи документов переданы на многофункциональные центры. Значит, многофункциональные центры – это государственные учреждения, которые осуществляют прием выдачи документов не только на регистрацию права кадастрового учета, но также и на другие государственные услуги. Это мы знаем, что они и на другие услуги выдают. Меня интересует с точки зрения вот вашей работы, вашей специфики. Как вы считаете, вот это удачная была задумка, чтобы вот органы МФЦ принимали, выдавали документы? Какова результативность вот такого метода работы? Я считаю, как показывает практика, результативность положительная. А на основании чего, как бы, выводы такие? На основании увеличения количества принятых заявлений, количества выданных документов после оказания государственной услуги, обратившись в МФЦ, допустим, раньше граждане подавали договора купли-продажи для обналичивания материнского капитала. После Росреестра они вынуждены были идти в пенсионный фонд и подавать заявление на выплату получения материнского капитала. Сейчас же, подав документы в МФЦ на регистрацию права, переход права по договору купли-продажи, молодые мамы могут, не только получив документы свои с регистрацией права, и тут же их подать в пенсионный фонд. То есть режим единого окна, он работает. То есть не нужно ходить по разным инстанциям, занимать отдельные очереди, смотреть график приема граждан. А очереди-то исчезли? Очереди исчезли, которые были всегда с 6 утра в Росреестр? Мы пошли стоять до вечера, как обычно? У нас, конечно же, очереди исчезли. К нам граждане обращаются только в случае, если при проведении правовой экспертизы документов у регистратора возникли сомнения в представленных каких-то документах. То есть вы вызываете тогда, да? Мы обзваниваем заявителей, предлагаем им сдать недостающий комплект документов как в МФЦ, так и у нас на нашей площадке Росреестра. Организовано два пункта у нас приема дополнительных пакетов, чтобы людей не обременять очередями, которые имеются в МФЦ. Мы у себя открыли буквально месяц назад два кабинета на прием дополнительного пакета документов. Как часто приходят к вам люди, какие-то, может быть, возникают разногласия при оформлении документов? Заявители к нам обращаются не так часто, потому что мы работаем также и с сотрудниками МФЦ по правильности приема документов, по требованиям к документам. Сейчас ежемесячно мы проводим семинары, совещания, плюс ежедневно мы с сотрудниками МФЦ постоянно посредством телефонной связи, мы консультируем их по правильности приема документов. Сейчас, конечно, если сравнивать период с момента открытия МФЦ и сейчас, сейчас у нас работа уже налажена, сотрудники МФЦ уже обучены, принимают в надлежащем качестве документы, у нас это устраивает. Все равно нет, но мы видим очередь в МФЦ до открытия, то есть то ли люди по старой памяти идут, то ли действительно занимают очередь с 8 утра, еще он не открылся МФЦ, люди уже стоят. Очереди в МФЦ имеются пока, да, на кадастровые? Ну, смотрите, мы за работой МФЦ не вправе отвечать, мы отвечаем, они оказывают для нас услугу по приему и выдаче документов, на нас ложится нагрузка по проведению правовой экспертизы документов, принятию решения в регистрации, в постановке на кадастровой учет регистрации права, либо в отказе данных действий. Это понятно, вот лично вы как думаете, вообще насколько сегодня высока правовая грамотность нашего населения, насколько люди грамотны в вопросах оформления таких сделок? Ну, я считаю, что правовая грамотность повысила все население, потому что средства массовой информации несут много в себе информации. Мы, в свою очередь, с целью улучшения качества оказываемых услуг, мы проводим информирование населения путем размещения информации в средствах массовой, ну, то есть в печатных изданиях, на официальных сайтах муниципальных образований, на сайте города Эскитима, Эскитимского района, то есть у нас на каждом сайте муниципального образования городского округа имеется своя страничка Росреестр. Плюс имеется портал государственных услуг, официальный сайт Росреестра, где можно зайти и узнать всю информацию как по перечню документов, по оплате госпошлиной, а также и по срокам осуществления данной процедуры. — Были ли случаи, когда свою роль, такую, скажем так, роковую, да, сыграло именно правование грамотности населения, с которыми вы сталкивались, с которыми вы работали в ситуации? — Да, к сожалению, был у меня такой печальный случай, работая в Черепановском отделе, ко мне обратилась женщина с консультацией по поводу залога своей квартиры, причем квартира была в новостройке, залога под 100 тысяч рублей, то есть ей кредитные организации отказывали в выдаче кредита, и некая третья организация, которая была в Новосибирске, юридическое лицо, согласились ей предоставить 100 тысяч рублей за им под залог ее недвижимого имущества. Обратившись ко мне на консультацию, я рекомендовала ей с представителем юридического лица повторно ко мне зайти с документами, чтобы я их изучила, ознакомилась с ними. — Зайдя ко мне в кабинет, конечно же, представитель организации был удивлен, но тем не менее, изучив договор купли-продажи, как оказалось, не договор займа, не договор залога, когда в собственности находится квартира до тех пор, пока собственник не выплатит ту сумму, которую он взял в займ, да, данной гражданке был предложен договор для подписания договора именно купли-продажи. — То есть ей предлагали за этот займ продать квартиру? — Продать, да. И причем заявитель была уже уверена, что получив 100 тысяч, она уже была готова подписать данный договор, и только после того, когда я еще раз ей зачитала этот договор, что она является продавцом по данному договору, и что через 10 дней с момента того, как она подпишет договор, она не будет являться собственником, конечно, была в шоке, благодарила потом очень еще долго, чуть ли не за слезами на глазах. — Много таких ситуаций, когда люди так ведут себя? — Ну, понимаете, ситуации таких, так как у нас сейчас прием убрали, мы раньше всегда при приеме документов, мы с гражданами всегда общались, при договорах дарения, сознательно ли они не дарят свою недвижимость, не вводили ли их в заблуждение, при договорах купли-продажи мы всегда выясняли, произведен ли полный расчет, потому что бывают случаи, что расчет в договоре укажет, что после подписания договора, и кто знает, где этого покупателя и продавца, где их потом искать. Так как мы сейчас прием не ведем, но мы уделяем этому большое внимание сотрудникам МФЦ, объясняя им, как нужно себя вести при приеме документов, что с заявителями необходимо общаться, объяснять все, что они подписывают, чтобы они понимали суть своих действий, которые они совершают. Ну а консультации вы ведете сегодня? То есть прием вы не ведете? А какие-то консультации возможны у вас на территории Росреестра сейчас? Да, безусловно, консультации ведутся ежедневно, можно также записаться на личный прием ко мне, то есть не только в часы приема, в течение всего рабочего дня, с 8 до 5 я всегда консультирую граждан, как посредством телефонной связи, так и при личном участии. Также у нас имеется единый телефон Росреестра, круглосуточный, 8 800 134 34, где специалисты дадут консультацию по перечне документов, необходимые для сдачи на регистрацию права, сроках регистрации, размерах госпошлины. Хорошо. Еще один вопрос, Юль Миклавовна. Вот 2018 уже настал, какова главная цель работы в 2018 году? Главная цель в 2018 году – это повышение качества оказываемых государственных услуг. То есть сейчас некачественно? Повышение качества. Сейчас качественно, но мы стремимся еще улучшить услуги, которые оказывает Росреестр. Чем мы пытаемся это достичь? Электронной подачи документов. Все мы знаем, что, как ранее, допустим, когда внедрялись карточки для банковской карточки, граждане боялись использовать их, это всех пугало. Тем не менее, сейчас без кредитной карты, без карты, на которой мы получаем заработную плату, мы никуда. Нам удобнее ее использовать для оплаты, хоть в магазине, хоть в магазине. Мы не везде, конечно. Но тем не менее, да? То же самое электронные услуги. Портал государственных услуг, раздел Росреестр, позволяет гражданам, не выходя из своего дома, подать документы как на кадастровый учет, так и на регистрацию права. Получить информацию по своему объекту, не выходя из дома. Плюсы в этом какие? Ну, во-первых, не нужно обращаться к посредническим организациям. Потому что когда у нас дело доходит до купли-продажи, допустим, до оформления прав на какую-либо недвижимость, наши граждане думают, вот, сейчас придется бегать по инстанциям, собирать кучу документов, лучше я обращусь в стороннюю организацию. Заплачу им деньги, они мне все сделают. Не нужно этого делать. Портал государственных услуг, он очень удобен в использовании. Там есть по каждой категории оказываемые услуги перечень документов. То есть ничего сложного там нет. И плюс в этом тот, что при оплате государственной опошлины 30%, за минусом 30% вы можете оплатить государственную опошлину. Не поняла. То есть государственная опошлина сколько составляет на эту сделку? 2000 рублей. 2000. А если мы через... 1700. 1700. На 300 рублей дешевле. Да, на 30% дешевле идет. И не выходя из своего дома, офиса, где как удобно, необходимо будет подать документы через портал госуслуг и получить документы, подтверждающие регистрацию вашего права. Единственный, конечно, минус в этом тот, что люди привыкли видеть документы, имеющие печать и подписи. Здесь такого не будет. Здесь будет ссылка на электронный документ. Мы со своей стороны подписываем электронной цифровой подписью, но заявитель получает ссылку. Если все-таки необходимо будет ему иметь документ, ну как необходимо, для своего успокоения, да, что регистрация прошла, то он может вправе обратиться в МФЦ и получить там выписку. Тогда она уже будет с печатью, с подписи. Юлия Николаевна, ну и еще один вопрос, который мне хотелось бы вам, конечно, задать, поскольку вы в Искитим, видимо, переехали. Вы переехали в Искитим, кстати? Нет, к сожалению. Вы ездите в Черепаново? Да. Ну и где вам нравится больше, в Черепаново или в Искитим? Ну, мне нравится и там, и там. Вы планируете перебраться в Искитим? Ну, пока еще не думала об этом, потому что волей и судеб я еще назначена регистратором в Черепановском отделе. То есть вы исполняете обязанности в двух отделах? Нет, начальником отдела я в Искитимском отделе, но функции государственного регистратора Черепановского отдела еще на мне есть. А как вы совмещаете? Ну, так бы приходится. Хорошо. Ну, вам удачи в вашем нелегком деле, в вашей работе. Уважаемые телезрители, сегодня мы говорили о государственной регистрации прав на объекты и недвижимости с Юлией Забулдыгиной, начальником Искитимского отдела Росреестра по Новосибирской области. Всего вам доброго и до встречи. Спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!